Это главный фильм «Оттепели», единственный до сих пор победитель Каннского фестиваля в нашей кинематографии. Пронзительный русский фильм, может быть, лучший такой, ну вот точно «Оттепельный», точно лучший фильм о войне. И это «Калатозов», который Калатозишвили, естественно. Калатозишвили, Михаил Калатозишвили, вы не знали? Сообщаю вам. И что от этого? Это перестает быть русским фильмом? В том-то и дело, что это при этом русский фильм. Это не фильм про грузин, снятый на Масфильме, скажем, как Георгий Данелли. Нет, это совершенно просто все родное. Ну, как вот Левитант. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Только громче. Громче! Еще громче. В фильме очень ярко представлена история еврейского мальчика, да, и у меня почему-то родилась ассоциация с недавней историей вот с отрезанной... Громче, говорите, пожалуйста. У меня родилась... Я иду с микрофоном. Спасибо, Лена. Передайте, пожалуйста. Не проберусь. Геннадьевич, в фильме меня очень затронула история еврейского мальчика убитого, и у меня... Нет, он русский был мальчик, это что-то и дело. Да, русский мальчик. Да, конечно. Андрюша Ющинский. Ну, наверное, этнически он был украинец в нынешнем понимании, но было важно тогда, что он православный. Сейчас есть еще один украинский мальчик. И родилась ассоциация с недавней историей, которая в Москве произошла, то есть с отрезанной головой и так далее. И в фильме сказано, что тогда могли обвинить, но не осудить. А ваш взгляд на эту ситуацию? Ну, то, что Бейлис не убивал, по-моему, ну, как-то... Это было и тогда всем очевидно. Но так это осталось нераскрытым окончательно, потому что началась война и стало не до того. Приговор этот был вынесен в 2013 году. Там начались сразу и доследования, и все, но никто не успел до войны. Это до этого тянулось, с 2011 года, по 2013. Ну, это совсем не похоже одно на другое, по-самому. Если уж на то пошло. Да, пожалуйста. Но главное, это немцы, Александр. Леонид Геннадьевич, я здесь. Слева, слева, прямо вот. Да, да, да. Добрый вечер. Здрасте. У меня такой вопрос в свете вышесказанного. Мы про крымских евреев, наверное, ничего не услышим, потому что не очень вовлеклись в жизнь Российской империи. Нет, ни караимы, ни вообще ортодоксан, ни вообще остававшиеся в местечке. Нет, это не та тема. Ну, просто, понимаете, ну, это невозможно. Нельзя ставить перед собой научные задачи. Да, это задача журналистская. Нет, опять-таки, это русские евреи. Они еврейские евреи, ни караимские, ни горские, ни таты, ни никто. Вот, да. Тени ассимилировались. Вот. Здесь же все эти показанные вещи и местечко только фигурируют для того, чтобы понять, а почему они оттуда выходили. И там обозначены Палестина и Америка как эмиграция, как выход из этого, да, то есть куда меньшинство. Но 5 миллионов остаются здесь. А потом, когда в 39-м, 40-м присоединятся эти западные территории, на какое-то время евреи станут четвертой нацией, ну, совсем короткой, естественно, до войны, четвертой нацией после первых славянских в стране. Это был совсем немалый народ тогда. И они все были очень интегрированы, потому что, конечно, массовость врачей, инженеров, техников, не вопросов сплошных народных артистов, виолончелистов и скрипачей. Вот. А нет, просто огромное количество служащих, специалистов с высшим образованием или там не с высшим, ну, кто-то, доктора, инженеры, педагоги. Вот это же, конечно, составляло огромную массу. Вот. И вся деятельность, которая проходила исключительно в русском языке, в русской культуре, с русскими коллегами и в русской среде. Вот. К тому же местечко просто перестает жить, потому что как только, ну, образнена всякая частная собственность и частная торговля и все, то есть к 30-м годам прежний уклад местечка просто не мог выживать по экономическим причинам. Ну, то есть вообще в стране всякое, конечно, частное предпринимательство было уничтожено, но там-то это было частью образа жизни, так что это ничего не существовало уже к тому времени. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а есть ли договоренности по показу этого фильма на федеральном таре? Ну, должно быть сначала все три. Нельзя показывать один в апреле, следующий там в январе 17-го года, так не бывает. Вот. Ящик этого не терпит. Так что, когда будут все три, тогда и будем решать про эфир. Ну, в принципе, да, такие надежды есть. Леонид Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот развитие русской документалистики, вот какое оно сейчас претерпевает изменение, и вообще есть ли русская документалистика? Ой, я не знаю. Я своим делом занят. Это надо со стороны судить. Я не очень слежу за этим процессом. Какая, смотря... Ну, есть спрос на нон-фикшн совершенно очевидный, да, на документалистику, в принципе. Да, люди больше ходят на какие-то лекции, смотрят на Рзамас там всякие образовательные. Ну, это не всегда сделано как кино и вообще как экранное произведение, но интерес к тому, что вот так вот было, и про это интересно узнать, он сейчас совершенно очевидный. Вот. Но так ничего я не знаю. Вот зацех какой-то такой, я в нем, собственно, как-то не состою. Потом, понимаете, у нас есть те документальные фильмы, которые производятся для показа не в эфире, а в кинотеатрах, я, правда, не знаю, в каких они залах идут и как они показываются, и это фестивальное какое-то кино и так далее. Я этим совсем не занимаюсь. Я все-таки от журналистики. Кроме того, имейте в виду, я все же не режиссер. Я вот то, что называется автор и ведущий, и продюсером могу быть там и прочее, но вот Сергей Нурмамед тут ответственный за экранность. Ну, мы, конечно, что-то вместе там, и от меня инициативы какие-то исходят и так далее, но вот киношником, в буквальном смысле слова, я все-таки не являюсь. Леонид Геннадьевич, я вернусь к еврейской теме. Гершу не бросил обвинение, что власти сами погромами толкнули евреев к привозителю. Это ваше преследование, загнали нас в революцию. Это точная цитата, да? Получается, что при этом нееврейские другого мирового исповедования массы, чем-то озлобленные, устраивают погромы в основном очень бедно живущему населению, загнанному за черту оседлостей. Очень много написано по вопросу причин погромов. Меня интересует ваше мнение режиссера и человека. Что это за психологический феномен? Ну, нам его трудно понять сейчас. Он, опять-таки, тоже иррациональный. Но он известен, он существовал во всех странах. Везде были гонения на евреев. Части это, конечно, прежде всего это объяснялось государственностью христианской религии. Вот, католическая церковь, как известно, в этом каялась уже. Православная нет. Предрассудки, представление о том, что чужаки, прямое положение наиболее обездоленных. Ну, я там про это говорю, что власть как бы сами указывала, вот это самая слабая жертва. Ну, вот, хорошо мы, что ли, относимся сейчас к таджикам? Да? Это разные вещи, но, в принципе, передрассудки живы. И людям свойственно полагать, что кто-то находится на более низкой цивилизационной и правовой ступени, чем они. Это распространенные предубеждения людей. Тут масса каких-то причин. Но, понимаете, это уже исторический факт. Это все равно, что объяснить, а чего инквизиция так свирепствовала? Почему в 1502 году из Испании евреев изгоняли? Ну, понимаете, мы можем изложить сумму там аргументов, объяснений, но они нам ничего не говорят. Мы не можем понять ту степень религиозной нетерпимости, которая была в католицизме в начале 16 века. Нам ничего это не даст. Ну, так это можно прочитать в учебнике истории, что-то там, принять к сведению, что вот такие есть доводы. Но они ничего не объясняют сегодняшнему человеку. Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, какое-то количество, но большинство-то, разумеется, оставалось в этом состоянии. Да, это самые закаленные, самые пробивные, самые отчаянные, которым, ну, в общем, нечего терять. И, конечно, тянули, это же понятно, экспедитор Одесского порта. Ну, это же не бог ведь, что платить в пятеро больше, чем гимназия. И еще брать русского для того, чтобы не... Ну, поскольку норма уже давно выбрана, можно еще уговорить Файга принять лишних. Но нельзя принять одного лишнего еврея. Нужно принимать парой вместе с ним русского, с тем, чтобы сохранялась эта пропорция. Конечно, это огромный накопившийся напор, но потом время это требовало. Мы все в 20 веке, мы все сделали еврейские карьеры. У нас не было ни начального капитала, ни сословного положения, ни так далее. Это вся карьера в этом смысле, вот в нынешнем секулярийском таком и бессословном обществе, ну как, нужно тянуть ребенка в хорошее образование, чтобы он получил компетенции какие-то, которые бы позволяли ему делать успешную карьеру, реализовать себя. Пораньше искать у него какие-то следы, каких-то одаренностей, пытаться ему тогда предложить шанс это реализовать. Да, вот они таскали все детей на скрипку. Ну, у родителей Утесова не потянулись, Столярского много дорого брал. У Бабеля есть описание, как он отлынивал, делал вид, что он заболел. И Столярский пришел его проведать на дом, и тут был просто ужас и конфуз, и ему там влетел, потому что огромные деньги тратятся, а он... Значит, вот. И... Но из этого вышла, тем не менее, целая школа. Ну, в том числе потому, что у Столярского была вот эта методика. Давайте наберем великих скрипачей, как-нибудь мы им стандарт среднего образования дотянем. Ну, то есть, что вот СМШ, там... Ну, вся советская система вот этих вундеркиндов. Давайте найдем... Это мы... Все равно он же скрипкой будет работать, да. Поэтому, чего там... Следить за математикой у него. Вот. Так что, конечно, конечно, огромные... И потом, родители, которые видят, что у них не сложилось, и они понимают их огромное желание, чтобы что-то вышло у ребенка. Вот. Но и, конечно, неспроста желание уйти в большой мир. Не хотелось маленькой карьеры. Всю эту маленькую карьеру все видели, и не хотелось оставаться в колее. В 17-летний мальчик, который ходит и придумывает себе русский псевдоним, понимаете, в 17 лет тогда, это гораздо более младенческий возраст, чем сейчас. Это же не акселераты какие-то. Вот. Он еще не брился, а уже решил, как у него фамилия будет на ОФ. Конечно, это такое чистолюбие, потому что они в этом вырастали. Да я... Сколько я... Вот, ну, друзей, евреев, от которых я слышал, что им... Это никогда никакому русскому не стали говорить дома. Он говорит, что ты должен такие пять с плюсом, чтобы тебе точно пять поставили. Что невозможно тебе будет не поставить пять. Это же в открытую говорилось. Это в советских семьях члены партии, там, с высшим образованием, респектабельные советские люди, и под аккомпанемент всего интернационализма и бла-бла-бла, они говорили. Додик или Марик или еще чего-то. Ты с ума сошел. Ты так должен математику быть. Уважаемый гость, у нас буквально несколько минут застало до конца встречи, поэтому, если позволите, последний вопрос здесь вот от девушки. А у нас есть действительно книжки-то подписывать или нету их? А, есть? Ну, давайте тогда мы вот это, что называется, не отходя от кассы здесь. Это же последний вопрос. Нет, просто что потом. Нет, да, да, да. Ну, вы их просто приготовьте, чтобы... Последний вопрос от девушки, и тогда приступим к подписанию. Да. Ручку только мне дайте какой-нибудь черную. Здравствуйте, спасибо за фильм. Здравствуйте. А место евреев в России сегодня какие занимают, какое занимают, на ваш взгляд? Ну, никакого. Этого вопроса нет в том виде, в каком он нам достался от 20 века. Он сейчас просто не существует. Кто считает себя евреем, тот считает. У нас даже нет графы в паспорте национальности. Считает, идет в синагогу, уезжает в Израиль, участвует в жизни еврейской общины или не участвует. Считает себя ассимилированным, считает, что, ну, вот дедушка, да, он для него это что-то значит, а для меня ничего не значит. Это личный выбор каждого. Как только в этом перестало участвовать государство, это перестало быть, ну, проблемой. Да, да. Это твой личный выбор. Так ли, сяк ли. Уехал, вернулся. Никто не спросит. Ни в какой партком не вызовут. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, что сейчас наиболее индифферентное такое отношение. И делают карьеру, и не делают карьеру. И такие, и сякие. Ну, я не чувствую этого. Нет, конечно, есть люди с ушибленной башкой, и для них до сих пор это отдел кадров так и снится, как способ селекции и прочее. Вот. Но их, по-моему, меньшинство, и они явно не в тренде. Они-то как раз неуспешны, если они все смотрят на успех других, и каждый список Forbes изучают на предмет того, в чьих руках скопились капиталы. Ну, значит, у них совет-то нет, они только чужие считают. Так что... Ну, давайте, если кто-то настаивает на каком-то вопросе... Извините, я долговато, может быть, отвечаю, потому что у меня нет готовых каких-то шуточек, чтобы я вот раз и отбрил, и пошел дальше. Я начинаю рассуждать, и получается длинно, потому что ты сам не задумываешься. Я не очень склонен к самоанализму. От чего это у вас так, тут я и задумываюсь. От чего это у меня так. В таком смысле, пожалуйста. Добрый вечер. Здрасте. А интересует ли у вас такая тема, как евреи в русской армии, или в частности вопрос вот кандонистов, как принудительные инфедрации? Нет, я не брал. Это не стало, это не имело большого кандониста. Да, я думал все эти мифы про то, что выкрестом был Репин или не был. Ну, это была такая форма, но она такая рудиментарная. Понимаете, это было такой... Ну, как во всех странах существуют льготы тем, кто в армию идет добровольно. И это одна из форм... Большой карьеры никто не делал. Из этого ничего поразительного не родилось, и ничего это русской цивилизации не прибавило. Это, в общем, был такой аппендикс. Способ уйти из местечка. С одной стороны, ну, в большие люди там не выбьешься, ну, кто они могли быть? Ну, где-то в районе унтер-офицеров, чего-то такое, да? Не, а? Ну, это легенда и мифы Древней Греции, еврейство Нахимова. Это все... Это еще более водой, еще более вилами по воде писано, чем еврейство Ленина. Вот. Поэтому, нет, я думал про кантонистов, конечно, помню и знаю. В советской армии тоже каких-то особых этих, ну, кроме одиозной фигуры генерала Драгунского в качестве председателя антисионистского комитета советской общественности, так ничего особенно припомнить нельзя. Кроме того, это довольно быстро оборвалось, конечно. После войны от всех старших офицеров избавились точно. Ну, скажем, вот, отец Высоцкого, да, до полковника, и все, и в отставку. Ну, вот. В этом смысле там все было круто. А большинство таких старших офицеров и генеральских должностей, которые тогда не были генеральскими, в 30-е годы, они были, они погибли вот в чистках армейских 38-го там года. Ну, там, Гомарник, ну, понимаете, Смушкевич. Господи, как авиатор? Смушкович или Смушкевич? А? Смушкевич, Смушкевич, да. Потому что это всегда, вот, Бершицкий, Бершацкий, это все время, это у кого в какой транскрипции, понятная этимология фамилий, вот, но кто как, кто в украинизм было закошено при транскрибировании, у кого в русизм, вот это. Да, пожалуйста. Я вот сейчас живу в Хьюстоне, и у нас... Далеконько вы прилетели на посмотреть кино. Только у нас показывают просто в Екатеринбурге из Хьюстона. Я не могла не сделать этого, потому что услышала о вас. Так вот, знаете, у нас вот еврейская там община в Хьюстоне издает газету «Русский Хьюстон». Клуб, где русские собираются люди, называется «Русский Хьюстон». То есть, вот, как вы полагаете, с чем это связано? С тем, что вы не говорите, не наидишь и не наиврите. Я не наиврите. Нет, нет, я говорю, те, кто участники русского клуба в Хьюстоне... Я не говорю. Ну, значит, так они на нем говорят. Подождите, если они сами себя называют русскими, значит, языком общения для них является русский, значит, то, что их происхождение из России для них все еще остается главным общим знаменателем, который их объединяет. И это комьюнити, оно на русскости. Да, и вот, ну, если с этим, мы скажем дальше. Расскольте, как это русскость, которая, в основном, проникает, и у вас фильм, называется «Русский Хьюстон», повлиял, например, на создание государства Израиля. Ну, это просто будет в следующей серии. Ну, здесь уже сказано, все основатели Израиля из Российской империи. Это понятно. Ну, там, потому что тут больше всего об этом мечтали. Но, понимаете, русский Хьюстон и русский клуб в Хьюстоне израиля. Да. Спасибо.